Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Климова, и добро пожаловать на мой канал, где я говорю о самых интересных аспектах русской грамматики и лексики только на русском языке. Если вы не понимаете, используйте автоматические субтитры, они работают неплохо. Если вам нравится моя работа или мой труд, приходите на мой сайт russianpodcast.eu. Там есть транскрипции, PDF-книги, упражнения на перевод. И также сейчас, например, я делаю курс онлайн-встреч «Русская школа». Оригинальный интересный концепт тоже смотрите на моём сайте. А сегодня у нас два слова, два синонима. Это слова труд и работа. Труд и работа. Какая разница? Я думаю, вы все слышали слово работа, но, может быть, слово труд вы не очень хорошо знаете. Хорошо? Да, труд и работа – это когда мы делаем что-то, когда человек что-то делает. Труд обычно – это более глобальное, более глобальное. И люди, и животные могут делать труд. И люди, и животные трудятся, делают труд. То есть это что-то, что мы делаем в нашей жизни. И работа – это что-то более конкретное. Я сейчас работаю над проектом, конкретный проект. Моя работа. Моя работа – значит, что я сейчас делаю, чтобы получить деньги. Моя работа. То есть работа – это на конкретной фирме, конкретный проект, конкретная профессия. И труд – это более глобальное. Труд – это процесс, энергия, энергия, чтобы что-то сделать, получить в жизни. И работа часто – это конкретный результат. Также труд – это тяжёлое, что-то очень тяжёлое. Это непросто делать. Это непросто. Например, можно сказать, воспитывать детей – это огромный труд. Воспитывать детей – это огромный труд. Воспитывать – значит, каждый день ехать в школу, помогать делать домашние задания и так далее. Это воспитывать детей – это огромный труд. Труд – это что-то тяжёлое. И работа – это рутина, это что-то механическое. Работа. Ходить на работу – это моя работа. Например, я могу сказать, что да, делать для вас видео, писать каждую неделю в блоге. Это моя работа. Это труд. Для меня это не так трудно. Это не так трудно. Может быть, трудно делать регулярно, 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 регулярно. Мой клуб «Русская дача» уже, я думаю, 4 года есть. И каждые 5 дней я что-то делаю. Очень-очень регулярно. Да, можно сказать, что это труд, но в результате это не очень трудно. Например, я думаю, работать в больнице – это труд, это большой труд. Например, сейчас я учусь водить машину, и мой инструктор сказал, что у него каждый день 8 уроков. 8 уроков, и каждый ученик, у него своя специфика. И тогда я могу сказать, вау, какой огромный труд. И также о животных. Вы знаете, есть такое животное – пчела. Пчела на фотографии. Эта пчела, она каждый день летает, ищет нектар в цветах. И да, это очень большой труд, я думаю, труд. Но это не работа её, потому что у неё нет зарплаты, она не получает деньги. Работа – очень важный элемент – это деньги. Часто работа, мы получаем деньги, зарплату – это моя работа. Труд – не всегда зарплата, труд – нет зарплаты. Например, вы знаете, раньше были цивилизации, которые использовали рабский труд, рабский труд. Раб – это человек, который работает без денег, ему не платят. И да, это не свободный человек, рабский труд. И теоретически сейчас нет рабского труда, но ещё есть ситуации из страны, где это почти как рабский труд. Но мы не можем сказать рабская работа, потому что работа – есть деньги. Значит, вы поняли, труд обычно – это или всё. Например, если вы идёте в музей, и в музее есть старые-старые инструменты людей, которые жили пять тысяч лет назад. И это инструменты труда. В музее будет написано «инструменты труда». Потому что мы хотим сказать, что вот глобально эти люди делали что-то, но это была не работа, потому что мы не знаем конкретно, что делал этот человек, он или она получали зарплату или нет. Значит, труд обычно или вообще, люди, что они делают, или что-то трудное. И работа – это что-то конкретное, мы получаем деньги, что-то механическое, рутина. Хорошо? Также работа – это что-то, что мы должны делать. Мы должны делать. Например, мы можем сказать... Ну, например, у вас в семье ребёнок. И вы, например, женщина будет работать, у неё может быть очень хорошая работа, она будет работать. И мужчина будет готовить завтрак для ребёнка, ходить в школу. И он может сказать, да, жена работает в фирме, а моя работа – это заниматься домом и ребёнком. Сейчас больше и больше таких семей, где иногда мужчина занимается детьми и домом. То есть он скажет, это моя работа, потому что это монотонная. И его друг может сказать, ты занимаешься домом, это не настоящая работа. И он может сказать, это очень большой труд. То есть это не так просто, да. И сегодня у нас очень большие стандарты. Ребёнок должен заниматься спортом и играть на пианино, и читать в четыре года. Так что для родителей это большой труд. И последний момент. Мы можем сказать «работа» иногда о картине или романе. Мне нравятся последние работы этого художника. То есть работы – это картины. Работа, да, обычно это картина или пьеса. А романы, мне нравится её работа. Нет, романы обычно нет. Но труд, труды тоже может быть в контексте конкретной вещи. Но обычно это наука, то есть биология, философия, химия или математика. И обычно это очень важное, что-то очень-очень важное. Например, труды Мари Кюри или труды Аристотеля. То есть очень что-то важное. И работы обычно это картины, пьесы. Да, обычно картины и пьесы. Вот, дорогие друзья, давайте сделаем маленькое упражнение. Я буду говорить вам фразу, а вы думать, что там использовать. Труд или работа? Например, номер один. Ты так хорошо водишь машину. Это нормально. Я водитель. Это... Есть два слова. Это нормально. Я водитель. Это... Да. Правильно. Это моя работа, потому что я получаю деньги. Это что-то механическое, рутинное, каждый день. Хорошо. Так. Например. Работать в госпитале. Мы уже видели, но ещё раз я хочу посмотреть, как вы поняли. Работать в госпитале, работать в госпитале, работать в скорой помощи – это тяжё... Что? Вы знаете скорая помощь? Работать в скорой помощи – это тяжё... Что? Да, правильно, это тяжёлый труд. Это тяжёлый труд, потому что это... Да, это что-то очень трудное. Вы можете сказать, это тяжёлая работа, но тогда нет нюанса такого, что это очень важно для всех людей, для всей планеты. Труд – это что-то глобальное. И тяжёлая работа – просто констатация, нет эмоций. Но когда вы говорите «тяжёлый труд», вы говорите, что это важно для всех. Так. Ещё пример. Почему? Не сделан. Не сделан или не сделана. Почему? Не сделан. Да, здесь правильно – работа. Да, потому что это конкретный проект. Труд не сделан – это невозможно. Труд – это что-то глобальное. Здесь конкретный проект. Почему работа не сделана? Так, и ещё один пример. Например, в этой стране ручной или ручная, когда мы делаем руками, в этой стране ручный оплачивается хорошо. Хорошо, оплачивается, значит, мы даём деньги. Но осторожно. Какое слово здесь правильно? Ручная работа оплачивается хорошо или ручной труд оплачивается хорошо? Хорошо, подумайте. Правильно, ручной труд. Ручной труд, потому что мы говорим глобально о феномене работы, о феномене, как люди, что люди делают. То есть ручной труд оплачивается хорошо. Ручная работа – это когда мы покупаем что-то, да, или... Да, покупаем. И это сделал человек. Например, например, например... О, у меня есть оригами. Мне подарила подруга. И это ручная работа, потому что она конкретно сделала это. И ручной труд – это вообще система, как люди работают в стране. Я надеюсь, что это было не слишком трудно. Это непростая тема. Конечно, труд, дорогие друзья, вы будете слышать не часто это слово. Обычно вы будете слышать работа. Но труд мы используем, когда это что-то глобальное, общее. Когда это трудно, что-то трудное. И когда, да, мы говорим об энергии людей. И работа, когда мы получаем деньги, это что-то механическое или конкретное. Если вам понравилось, ставьте лайк. Ставьте лайк, подписывайтесь. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.